Ребята, всем привет! Мы с вами сегодня продолжаем разбирать учебник Starlight за и седьмой класс и переходим к модулю первому под буковкой B. Hobbies. Хобби. Итак, vocabulary. Словарный запас. Тема Hobbies. Хобби. Первое. Задание под буковкой A. In a minute write as many hobbies as you can think of. Compare your list with your partners. Через минуту напишите так много хобби, сколько вы можете придумать. Сравните ваш список со списком вашего партнера. Ну, то есть, ребята, хобби. Понятно, то, что вы любите делать в свободное время. Например, knitting, вязание. Далее, playing computer games. Играть в компьютерные игры – это тоже хобби. Reading, чтение, listening to music. Если вы любите слушать музыку, это тоже хобби. Collecting stamps. Собирать марки – это тоже хобби. Далее. Задание под буковкой B. То есть, я думаю, здесь у вас не возникнет проблем. Listen and say. Послушайте и скажите. Do you know any of these activities? Вы знаете какие-то из этих занятий? Под буковками A и Which one would you like to try? Какое из них вы бы хотели попробовать? Why? Why not? Почему и почему нет? И смотрим. Буковка A – это ghost hunting. Охота за привидениями. Да, действительно, есть такое хобби. Далее, под буковкой B – robot building. То есть, строение, собирание робота. Далее, tornado chasing. Люди, которые преследуют, следуют за торнадо. Metal detecting. Люди, которые с помощью металлодетектора обнаруживают, ищут металл. Да, и вы должны сказать. Хотели бы вы какое-нибудь из этих хобби испробовать? Вы можете сказать, что I would like, я бы хотел. I would like to try ghost hunting. Например, я бы хотел попробовать охоту на привидения. Почему? Why? Because it is mysterious. Потому что это загадочный. Или почему нет? Или, если нет, вы можете сказать Because it is scary. Потому что это страшно. Окей, и переходим ко второму заданию. Reading – чтение. Read the title and the introduction to the article. Прочитайте статью и вступление к статье. Прочитайте title заголовок и вступление к статье. Why does Nick's hobby involve? What does Nick's hobby involve? Что включает хобби Ника? Listen, read and check. Послушайте, прочитайте и проверьте. И посмотрите, у нас есть в смыслском. Это UFO. UFO, ребята, это unidentified flying object. Неопознанный летающий объект. То есть, по-другому, NLO. И затем, ребята, мы выполним задание под буковкой B. Это read the article again and complete the sentences. Прочитайте статью снова и заполните предложение. Imagine your Nick and use the words in the check this words box to talk about your hobby to the class. Вообразите, что вы нет и используете слова из рубрики check these words. То есть, проверите эти слова для того, чтобы рассказать классу о своем хобби. Ну, и мы, конечно же, начнем с чтения текста. Итак, UFO hunter. Охотники за NLO. A strange shape is moving across the sky. Странная форма двигается по небу. Is it a bird? Это птица. Is it an airplane? Это самолет. Or is it a UFO? Или это NLO? Ник Поттер is fascinated by the possibility of life on other planets. So, in his free time, he tries to find out what these objects are. Ник Поттер увлечен возможностью жизни или завлечен, да, возможностью жизни на других планетах. Итак, в свое свободное время он пытается выяснить, чем могут быть эти объекты или что есть эти объекты. We asked him some questions about his unusual hobby. Мы задали ему несколько вопросов про его необычное хобби. И давайте посмотрим, как он отвечал на вопросы. Итак, So, Nick, why are you so interested in UFOs? Итак, Ник, почему ты так интересуешься NLO? Well, thousands of people see strange objects in the sky all over the world. Итак, тысячи людей видят странные объекты в небе по всему миру. Most of these are planets, meteors on military planes. But what about the rest? Большинство из них – это планеты, метеоры или военные самолеты. Но что насчет остальных? I am a very curious person, so I want to find an explanation. Я очень любопытный человек, и поэтому я хочу найти explanation, объяснение. And what exactly does your hobby involve? А что точно включает в твое хобби? Что конкретно? Итак, я основал клуб НЛО, и большую часть времени в основном мы расследуем какие-то объекты. We interview witnesses and analyze videos and photos. Мы интервьюируем свидетелей, то есть очевидцев, witness, и анализируем видео и фото. Sometimes we go out to a youthful hotspot, too. Иногда мы выезжаем на hotspot, то есть место НЛО, также. In fact, we are going out tonight. В действительности мы едем туда и сегодня. We usually go high up on a rooftop or a hillside. Обычно мы едем, забираемся высоко на крышу или на холм. If we see something strange, we record as much information as we can. Если мы видим что-то странное, we record, мы записываем так много информации, как сумеем. We use camcorders, cameras, telescopes and other devices. Итак, мы используем видеокамеры, фотоаппараты, камеры, телескопы и другие приборы. Then we analyze the information on our laptops. Затем мы анализируем информацию на наших ноутбуках. Maybe some of our readers are thinking about taking up UFO hunting as an hour. What advice do you have for them? А может быть некоторые из наших читателей тоже хотели бы заняться охотой на НЛО. Какой совет вы бы дали для них? Well, anyone can become a UFO hunter. You just need to be enthusiastic and patient. Итак, каждый может стать охотником за НЛО. Вам нужно только быть, значит, иметь энтузиазм и быть терпеливым. You also need to join a local UFO club. Вам также следует присоединиться, вступить в местный клуб НЛО. Так вы выясните, где местные места НЛО. То есть, hot sports – это основные места НЛО. И вы станете свидетелем, если вы что-то заметите. Sport – это что-то заметить, увидеть. Итак, so, what are you waiting for? UFO hunting is a lot of fun, and you never know, you might just turn science fiction into science fact. Итак, чего вы ждете? Охота на НЛО – это очень весело. И вы никогда не знаете, вы можете превратить научную фантастику в научный факт. Окей, ребята, и давайте посмотрим на слова в рубрике Check these words. Это увлеченный, да? Человек увлеченный, очарован чем-то. Итак, strange object – странный объект. Планета – планета. Метеор – метеор. Military plane – военный самолет. Curious – любопытный. Explanation – объяснение. Involve – включать. Mostly – большинство. Investigate – расследовать. Sighting – какое-то обнаружение, то, что вы обнаружили. Interview witness – свидетель. Interview – analyze. Анализировать. Hot spot – популярное основное место. Rooftop – на крыше. Hell side – на холме. Record information – записывать информацию. Camcorder – видеокамера. Telescope – телескоп. Device – прибор. Take up – заняться. Enthusiastic – воодушевленный. Patient – терпливый. Find out – выяснить. И спорт – место. Окей, ребята, и мы с вами должны дополнить предложение словами из рубрики Check these words. Итак, нет, извините, мы должны дополнить предложение, а затем рассказать свое, вообразить, что вы Ник, и рассказать о его хобби, точнее, как бы о своем хобби, от своего лица. Итак, Nick Porter likes UFO hunting because he is fascinated by the possibility of life on other planets. Потому что он увлечен, очарован возможностью жизни на других планетах. Далее, второе. His UFO club members mainly – члены его клуба в основном что делают? Итак, investigate sightings – расследуют предметы обнаружения, то, что обнаружили. Далее, when they go out, they have – когда они выходят, то есть куда-то у них с собой, что they have camcaries, cameras, telescopes, and other devices – видеокамеры, камеры, телескопы и другие предметы with them, с ними. Четвертое. If you want to take up UFO hunting, you need – если вы хотите заняться охотой на НЛО, вам нужно вам нужно быть подушевленным и терпеливым. Итак, ребята, третье задание. I find you for hunting. Я нахожу охоту на НЛО. Каким занятием? Например, exciting. Захватывающим. Exciting because – потому что… Почему это захватывающее? Because it's… Ну, например, мы можем обратиться к тексту, да, как тут про жизнь на других планетах описано. Because it's interesting to find possibility of life on other planets. Потому что интересно найти возможность жизни на других планетах. Because it is… Или просто… It is interesting to find life on other planets. On other planets. Да? Так. Значит, найти жизнь на других планетах. Дальше. I, например, ghost hunting because I don't like. Вы можете сказать I don't like. Мне не нравится охота на привидений, потому что… Почему? Ну, например, потому что это страшно. Because it's scary. Далее. My hobby is… Мое хобби какое? Ну, давайте возьмем то, что мы уже видели. Например, metal detecting. Metal detecting, да. Metal detecting, да. Metal detecting, because… Мое хобби – это обнаружение металла, потому что… Because I like to find… Ну, я, например, люблю находить интересные вещи. И что-то интересное, да, что-то интересное. Something interesting, что-то интересное. Окей, ребята, и теперь давайте мы с вами перейдем к четвертому заданию на грамматику. Grammar. Итак, смотрите, у нас здесь разбираются present simple и present continuous. Ребята, видео по разбору данного грамматического правила вы можете найти в плейлистах. Там есть и разбор present simple и present continuous, и это все в сравнении, да. Плейлист называется, по-моему, English Elementary, английский элементарный. Обязательно посмотрите, маленькое правило, все прекрасно, быстро объясняется. Итак, четвертое. Read the table. Прочитайте таблицу. Find examples in the text. Найдите примеры в тексте. Смотрим. We use present simple to talk about. Мы используем present simple, чтобы говорить о permanent states and facts, постоянных состояниях и фактах. Например, Nick comes from the USA. Nick приехал из США. Ну, то есть, например, он жил долго в США, и он, в принципе, переехал, приехал из США. The sun rises in the east. Солнце встает на востоке. Это постоянное состояние, это факт, да. Поэтому мы употребляем present simple. Habits, routines. В привычках или каких-то повторяющихся действиях. Например, he plays tennis every Saturday. Он играет в теннис каждую субботу. Timetables. Расписание. The train leaves at 7 p.m. Поезд уезжает с 7 часов вечером. И time expressions, выражение времени, которое потребляется с временем present simple, простое, настоящее время, это every day, каждый день, on Monday, по понедельникам. Также on Tuesdays, on Wednesdays и так далее. Often, часто и так далее. Далее смотрим, ребята. Итак, we use present continuous to talk about. Мы используем present continuous, чтобы рассказать о actions happening now around the time of speaking. Действиях, которые происходят прямо сейчас или около вот этого время, в котором мы говорим. Например, Janice is watching a DVD now. Джейнс прямо сейчас смотрит телевизор. Используем время present continuous. Tina is starting for her exams these days. Сейчас, в эти дни, Тина готовится к экзаменам. Может быть, не в данную конкретную секунду, но в принципе это подходит под выражение around the time. То есть вот сейчас, то есть вокруг этого времени. Итак, далее future arrangements, приготовление на будущее. Например, I'm going out tomorrow. Я завтра куда-то выхожу. То есть иду, например, гулять. Или temporary situations, временное состояние. Например, Jane is working as a waitress for the summer. Jane работает официанткой летом. Итак, и временные выражения, которые используются, это now, сейчас, at the moment, в данный момент, at the present, в настоящий момент. И так далее. Окей, давайте выполним упражнение. Пятое, ребята. Ребята, а между тем, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не потеряться. Я делаю эти видео для вас. Буду рада и благодарна вашим лайкам и каким-то, может быть, пожеланиям, какие еще вы хотели видео бы увидеть. Итак, put the verbs and brackets in the present simple, а present continuous. Поставьте глаголы в скобках, present simple или present continuous. Итак, первое. Постоянное действие. How often повторяющиеся, поэтому это будет present simple. Вопрос, поэтому на первое место выносим частичку. How often do you hang out with your friends? Как часто ты встречаешься с друзьями? Ответ. Every weekend, каждый выходные. We usually go to the mall or watch a film. Обычно мы идем в торговый центр или смотрим фильм. Но это подходит под постоянно повторяющиеся действия. Habits, routines. Привычка, рутины. Далее. Итак. Как Pete проводит свое свободное время? Он серфит в интернете или читает комиксы. Итак, это тоже present simple. Вообще, как он проводит свободное время? How, Pete – это третье лицо, единственное число, поэтому мы говорим does, а не do. В вопросе. How does Pete spend, уже окончание S не надо, потому что у нас это вопрос, spent his free time. He, итак, серф, третье лицо, единственное число. Да? Present simple время. То есть, то, что он делает обычно. Либо он, значит, сидит в интернете, or reads. То есть, то же третье лицо, единственное число. На конце прибавляем X, S. Окончание S. Далее. What are you doing now? Что ты делаешь? Сейчас вопрос, поэтому глагол to be, то есть его форма A, вносится на первое место. What are you doing now? Так как это происходит прямо сейчас, то это понятно, что время Present Continuous. Итак, I am, так как это сейчас, да? Время Present Continuous. Ребята, употребление и образование время Present Continuous вы можете посмотреть в плейлистах. Итак, I am painting my model airplane. Я рисую мой, раскрашиваю мою модель самолета. Далее. Where is Jane? Ребята, просто глагол to be у нас не употребляется во время, во время Present Continuous, поэтому приходится просто говорить is. Where is Jane? Есть такие глаголы, которые нельзя употреблять, бить во время Present Continuous. Где Jane сейчас? Мы говорим просто is, а теперь смотрите, she is preparing her bag, она подготавливает свою сумку прямо сейчас, поэтому это Present Continuous, слово preparing можно употребить во время Present Continuous. She is going UFO hunting, она собирается на охоту за НЛО, это запланированное действие. She is going, это тоже время Present Continuous. Well, 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 пятое, ребята, да? Are you coming to the show tonight? Это время Present Continuous, потому что мы говорим о том, что произойдет, что запланировано на сегодняшний вечер. Are you coming? То есть о будущем, да? Ты идешь сегодня на шоу? No, I'm meeting Brian for dinner. Нет, я встречаюсь с Брайаном за ужином. В то же время Present Continuous, потому что мы говорим о запланированных действиях на будущем. Так, ребята, переходим дальше. Задание шестое. Итак, статические глаголы. Прочитайте таблицу, затем поставьте глаголы в скобках Present Simple или в Present Continuous и обоснуйте. Итак, смотрим. Как я уже сказала. Некоторые глаголы не имеют форму Continuous, потому что они описывают состояние, мысли, чувства, а не действия. Например, see, feel, hear, look, smell, sound, taste, forget, remember, want, belong, etc. Например, видеть, чувствовать, слышать, смотреть, нюхать, звучать, пробовать, значит, имеется в виду taste, иметь вкус чего-то, forget, забывать, помнить, хотеть, принадлежать. Эти глаголы не описывают действия, они описывают состояние. Например, he looks good, он выглядит хорошо. То есть look в значении не смотреть, а выглядеть, да? Он выглядит хорошо, это состояние, это не действие, ничего не происходит, он просто это состояние. Поэтому глагол looks в данном случае не употребляется во времени Present Continuous. Но смотрите, что у глагола look есть два значения. Если мы говорим в значении смотреть, то, конечно же, в Present Continuous можно его употребить. То есть, когда мы говорим о состоянии предмета, мы не употребляем его в Present Continuous. Итак, some verbs can have continuous forms, but with a difference in meaning. Вот, некоторые глаголы имеют продолженные формы, но с разницей в значении. Например, I think he is very clever. Я думаю, что он очень умный. То есть, I believe. Я так, мне так кажется, да? Или I'm thinking of going out. Я думаю о том, чтобы пойти погулять. Это I'm considering. Я рассматриваю такой вариант, да? Здесь, конечно, пример не очевидный, ребята, но все-таки представьте. Я думаю, мне кажется, это ваше состояние. А если, что он очень умный. А если вы говорите, что вот я сейчас сижу и думаю о том, чтобы пойти погулять, это уже действие. Вы что-то делаете. Вы раскидываете умишком, да? Так сказать. Окей, ребята, давайте перейдем к следующему заданию. И первое. Mark believes that UFO exists. Он верит в то, что НЛО существует. То есть, это... Итак, то есть, beliefs, мы обязательно пишем с окончанием S, это просто состояние. Он просто в это верит. Никакого действия не происходит. Shaler doesn't understand the exercise. Это тоже состояние. Шейла не понимает упражнения. И то, и другое, и первое. И второе. Это у нас understand. Это у нас время. Present simple. Мы не употребляем эти глаголы в present continuous. I'm seeing Paula later today. Я увижусь с Полой позднее сегодня. I'm seeing. Это уже будет действие, да? Вы пойдете и с ней встретитесь. Do you want to come? Ты хочешь прийти? Do you want to come? Это у нас состояние. Это состояние. Martha loves reading science fiction books. Марта любит читать книги о научной фантастике. Это у нас present simple, потому что это состояние. Глаголы состояние, да? Так. Далее. Далее. Look. The cook is tasting. The food, I think, is ready. Посмотри. Повар пробует на вкус еду. Я думаю, что она готова. Taste не в значении имеет вкус, а в значении действия, в значении пробует. Поэтому с окончанием ink. Далее. Great. It smells delicious. Это пахнет великолепно. Это пахнет очень вкусно. Smells. Имеет запах. Действий нет. Это состояние предмета present simple. I can't wait. Я не могу дождаться. Далее. И шестое. What? Это вопрос. А мы стоим на первое место. What are you looking at? На что ты смотришь? Это present continuous. Это, ребята, действия. Окей, ребята. И осталось совсем чуть-чуть. Переходим к седьмому заданию. Complete the sentences using present simple or present continuous. Заполните предложение, используя present simple или present continuous. Итак, tonight, сегодня, вы можете сказать, I'm going to the cinema. Сегодня я иду в кино. Это, например, вы запланировали заранее то, что произойдет сегодня. Время present continuous. Запланированное действие. Второе. I don't usually watch TV. А это уже состояние. А это действие, которое происходит регулярно. Я обычно не смотрю телевизор. Но, ребята, безусловно, это просто примеры для вас. Да, вы можете, конечно, составить свои предложения. И обязательно не забудьте подписаться на канал, ребята, чтобы не потеряться. Уверяю, впереди вас ждут много интересных видео. Видео Starlight за восьмой класс. Обязательно подписывайтесь. Итак, my friends often, мои друзья часто посещают меня. Visit me. Так это происходит регулярно, это время. Так регулярно, значит, present simple. Далее. Четвертое. Right now I'm doing my homework. Прямо сейчас я делаю мою домашнюю работу. Прямо сейчас происходит действие, это continuous. Next weekend, на следующей неделе, I'm going on holidays. На следующей неделе я еду на каникулы. Это запланированное действие, поэтому это тоже present continuous. И далее. Шестое. I sometimes, я иногда, play basketball. Например, играю в баскетбол. Это то, что происходит с какой-то регулярностью. Поэтому это время present simple. Окей, ребята, и переходим к последнему заданию. Answer the questions. And then use your answers to write a short paragraph about your holiday. Ответьте на вопросы. И затем используйте ваши вопросы, чтобы написать краткий параграф о твоем хобби. Расскажите вашему партнеру. Tell your partner. What's your hobby? Какое твое хобби? Ребята, я вам дам краткие ответы, а вы из этих ответов постарайтесь их дополнить своими предложениями и расширить. Например, вы говорите, my hobby is my hobby. Не знаю, скажите, например, playing computer games, что ли, или listening to music. Давайте listening to music. То есть вы каждый говорите о своем хобби. Я вам делаю только пример. Is listening to music. What does it involve? Что это включает? Ну, вы можете сказать, it involves, или вы можете сказать, it means, да? Это означает, that I listen to music. Это означает, что я слушаю музыку. Например, every day and read a lot. И читаю много about music, о музыкальных бэндс, группах. Бэндс, да? К примеру, или вы можете сказать, это обозначить. Если ваше хобби баскетбол, вы можете сказать, что it involves going to sports club, спортивный клуб, там, every Thursday, каждый четверг и так далее. Так, вместо имени I, у нас пишется с большой буквы. It means that I listen. Поправляем. Пишу быстро, иногда бывает, что это могу упустить. Итак, далее. Чуть-чуть затрую, чтобы не мешало. How much time do you spend on it? Сколько времени вы проводите за этим занятием? I spent about one hour a day. Я провожу, например, около часа в день. Что делаю? Listening to music. Далее. Does it need any special equipment? Вам нужно для этого какое-то особое оборудование? А вы можете сказать, например, I need really good. Например, вы можете сказать, что вам нужны очень хорошие наушники. I need really good headphones. Так, стоп. Headphones. Окей, ребята, на этом все. Пожалуйста, обязательно подписывайтесь. Встретимся в разборе первого модуля под буковкой «СЕ». Всем счастливо, удачи, лайки, комментарии. Всем пока.